Зигаруй, зигаруй, де за крутенький Зигаруй, зигаруй, де за крутенький Там Иван, там Иван, славу коня учил Там Иван, там Иван, славу коня учил Он учил, он учил, приговорил Он учил, он учил, приговорил Коня мой, коня мой, конь вороненький Коня мой, конь вороненький Не спозорь тебе еды на чём дворе Не спозорь тебе еды на чём дворе Не бойся, не бойся, Иванушка Не спозорю тебе Не бойся, не бойся, Иванушка Не спозорю тебе Я глазам, я глазам, у весь гора свячу Я глазам, я глазам, у весь гора свячу Я грибый, я грибый, я грибый, я весь гору прошу Я грудью, я грудью, весь орёк проломлю Крест на себя наложил я И с поднятой головой Бодро и весело пойду против всяких К светлой, сильной, праведной цели К настоящему искусству, любящему человека Живущему его отрадую и его горем и страдою Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Я приостановил работу Я призадумался И теперь, и вчера, и недели тому назад И завтра всё дума Одна дума выйти победителем И сказать людям новое слово дружбы и любви Прямое и вовсю шире русских полян Правдой звучащее слово скромного музыканта Но бойца за правую мысль искусства Расскажи мне, нянюшка Расскажи мне, милая О того, о буку страшного Как тот уколи сам родил Как тот укол без детей носил И как грызгал их белые кофточки И как дети те кричали Слухали Расскажи мне, нянюшка 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 Масморк был, как чайфлёнок, стёкла в геймске. Знаешь, нянюшка, ты про бубку-то уж не рассказывай. Бог с ним звукой, расскажи мне, няня, кто смешной утром. Великолугском архиве удалось присмотреть тысячи рукописных книг. И там практически за три века проследить историю земли и рода Мусорских и Чириковых. Посчастливилось обнаружить главную реликвию – метрическую книгу с подлинной записью о рождении Модеста Петровича Мусорского. 1839 года, марта месяца, 9-го, рождён, 13-го, крещён, Модест, в сельце Карева, родители, помещик, отставной губернский секретарь Пётр Алексеев Мусерский, мать Юлия Ивановна Чирикова. Это вещенное для людей всей планеты место. Здесь, где сейчас практически развалины, когда-то стояла церковь во имя Адигитрии. Больше четырёх веков сюда приходили, в этот храм, предки Мусорского. Исправляли самые такие в жизни необходимые обряды. Крестили, венчались, отпевали. Захоронились от того храма только ступени, по которым неоднократно и в детстве, и в более позднее время поднимался Модест Петрович Мусорский. Священное место ещё это потому, что здесь вот за этим забором находился склеп Чириковых. Это по матери, где хоронили всю роду, как в старину говорили. Отсюда слышал он и колокольные звоны, да и не только отсюда. Можно сказать, что Мусорскому повезло. Он слушал тройной благовест, который можно услышать только вот здесь вот. Церковь Жессо находилась через озеро, и плыли колокольные звоны через воду. И ещё из храма Плотичина Сухопутные. И вот он слушал этот тройной благовест. К сожалению, в 30-е годы храмы начали закрывать. В том числе и церкви, связанные с именем Модест Петровича Мусорского. Я записал очевидцев, которые видели, как сбрасывали колокола, жгли древние иконы и ночью забирали священников. На самом большом полуострове Жирицкого озера был Погос Жессо. Сюда вела самая наезжая дорога. Здесь молились, венчались, крестились. И круг замыкался. Тут же хоронили. Здесь были гульбище, ярмарки. Особенно людные приходские праздники проходили. А сейчас всё заросло травой, кустами. Люди не сеют, не пашут, да и не живут здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если наши попытки сделать живого человека в живой музыке будут поняты живущими людьми, Если прозябающие люди кинут в нас хорошим комом грязи, Если музыкальные фарисеи распнут нас, Наше дело начнёт делаться и будет делаться тем шибче, Чем жирнее будут комья грязи, Чем яростнее будут хрипеть о пропятии. Да, скоро на суд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эта тема чистая, как слеза, юродивого. И в оркестре ничего нет. Есть только скрипичная группа И играет это фами, фами. О чем он плачет? Мальчишки отняли копеечку Великой зарезать Как ты зарезал Маленького царевича Молчи, дурак! Хватите дурака! Не троньте! Молись за меня, блаженный! Нет, Борис! Нельзя! Нельзя, Борис! Нельзя молиться За царя И рода Мы не будем говорить о юридивах Не могу И не от того, что не хочу А что-то есть в жизни Когда не следует Говорить Вот что-то ощутил Что-то как будто бы дошло до меня И больше я ни еде Никому и никогда Не высказывал, что это Я и хочу призвать тех людей Которые вступают В искусство Профессиональное искусство Дорожить им этим что? Что-то Оно неуловимое И на полочку нельзя его пригвоздить Когда человек Глаза закроет То и тогда Человек Трое суток излучает Абсолютный слух А еще есть другая вера Которая говорит, что В этих полочках Образ присутствует А душа Из поколения в поколение Передается И вот Нас Учил Вернее Колокола Звонил Совесть пробуждая Мусоргский Он не один Нам не надо Звонить во все колокола И только по одному Велики мы Что есть Маленькие колокола И большие И каждый колокол Имеет свою тональность И музыкальную И свою историю И вот в наши дни Вдруг гармония Услышалась Не один колокол А где-то, где-то далеко Напоминающий Колокольчик У почтаря Как раньше развозили почту И вдруг Ветерёк донёс Это поэтическое звучание И в группе В массе своей Это Зазвучало Заблистало И пробудило Нас многих У каждого человека Есть нота Оторвожающая его душу Печаль и радость И вероятно Такая же Нота была Мусорского Одесса Петровича А что значит В переводе На общий Принятый язык Звучащая нота Это совесть Именно Совесть А потом уже Построение Облика Человеческого И потом уже Душа звучит И вот Мусорского Звучит душа Сегодня И в грядущем Поколении Будет звучать То что мы делаем Сегодня О Мусорском Это ведь по сути что Его Духовную силу Его совесть Мы продлеваем Сегодня Прошло 150 лет А мы говорим Как живым Мусорский Если бы меня спросили Что главное у него Мучение Мука Страшная мука И умер он мучительно И умер он как святой Почему Да потому что Его душа Она жива Среди нас А душа Заключается Вот этим А мы еще Профессионалы Должны Поцеловать Выучиться И каждый день Добром его вспоминать И нести кому Народу И вот эта Бесконечность Поколения в поколение И отличает Разумное Доброе Талантливое От наносного Крикливого И подчас Вредного Получил на днях Милейшее Послание Но по поводу Оного Сделаю оговорку Говоря о моем Таланте Прибавили Прилагательное Ведущее мою Скромную Личность На Олимп Не к чему В гору лазить Я ленив И боюсь Усталости Я не понимаю Слово гениальный По-моему Умный Идельный Собеседник Очень хорошая Вещь Я не имею Причин Не любить Человечка И желаю ему Хорошего По своим силам Беседую с ним И если Моя беседа По сердцу И по мозгам Человечку Я сделал Своё дело А там Начальство Разберёт Мусорский Не уложился В один Портрет Всегда Хочется Такой Сделать Собирательный Окончательный Образ И Определив Для себя Несколько Тем Таких Абсолютно Ясных Назвав его Совестью Сразу же Пришло на ум Что это Свеча И Поэтому Одна Свеча Вот эта Моя Вошла В большой портрет Мусорского Оказавшись На инструменте За которым Он сидит Свеча Догорающая Но Вначале Мне захотелось Изобразить Мусорского Ещё не начавшего Творить Ещё не Зажжённые Свеча Портрет Где И сама Голова И открытый Распахнутый Людем Взгляд И чистая Душа Оказались Как бы В центре Внимания Это и есть Сам Мусоргский Мусоргский Который Завтра Начнёт Свою Адскую Адскую работу Самосожжение Самосгорание Очень мощный огонь Горел внутри Этого художника Мусоргский Мусоргский Создает свой художественный музыкальный образ И главный литературный образ Ибо он был удивительным литератором Далеко еще не оцененным современниками Он слышал наше время Те трагедийные звуки Те раскаты, которые русская философская мысль А я всегда его считал великим мыслителем И даже смею назвать апокалиптическим мыслителем Это ощущение надтреснутости бытия Ее надломленности Вот трагизм, который удалось Мусоргскому показать Он сам не мог даже до конца осознавать, что же он расслышал Но правдивость, чистота и открытость этого художника Этим и дороги нам Не зазря мы все время говорим о музыке Народной мысли О музыке истории в конце концов Тут не грех вспомнить слова Блока Слушайте музыку революции Слушайте музыку происходящего Так вот Мусоргский услышал эту музыку раньше всех Он даже нашу с вами музыку сейчас расслышал Услышал то, что не только в наше время Но я даже смею заверить то, что будет завтра В этом отношении очень и очень глубоко Это оценил Георгий Васильевич Сверидов Размышляя над музыкой Мусоргского Георгий Васильевич пришел к удивительной мысли Мусоргский композитор, который слышал музыку рушащихся царств Таким образом, если слово царство понимать как символ Времени своего, времени Мусоргского То в равной степени и времени нашего Да и сам Сверидов как бы есть продолжение Того камертонного звучания Мусоргского Которое не прерывалось на России Мусоргский, Рахманинов, Шестакович, Прокофьев, Сверидов И даже наш современник, и мне близкий человек, друг Гаврилин Восьмого января восемьдесят первого года Через несколько дней после смерти Достоевского Состоялся вечер памяти Достоевского И на этом вечере Мусоргский выступил последний раз Как композитор перед публикой Он был прекрасный импровизатор Он импровизировал колокольные звоны Еще был один концерт 9 февраля И через 6 дней после, через 6 недель после Достоевского Смерти не стало и Мусоргского Так одновременно почти Россия Лишилась двух величайших художников Почему я стал говорить о Достоевскому и Мусоргском месте? Эти были два человека Которые с необычайной силой Впитали в себя всю сложность и противоречивость своего времени И слабости, и недостатки И великие достоинства своей времени И все это вот сплелось в их натуре В их натурах сложнейший, сложнейший, сложнейший такой клубок И им было открыто обоим Две пропасти одновременно И пропасть веры И пропасть неверия Как они равно верили в свет И равно верили в тьму Свет мой савишный, сокол ясненький Полюби меня неразумного Приголубь меня гримычного Ой, не сокол мой, сокол ясненький Светик савишный, свет Ивановна Не побрезгай ты голью полную Бесталанную моей долею Уродился весь на спеклюнем я Про забаву, да на потехе им Кличут савишно скорбным разумом Величают, слышь, Ваней Божьим Светик савишный, сокол ясненький Их дают пинком, Ване Божьему Кормят, чествуют под сатыльником А под праздничек, как разрядятся Уберутся, видишь, пленты алые Да тут хлебушка, Ване, скорбну Не забыть, чтоб и Ваню Божьего Свет мой савишный, ясный сокол Полюбишь меня непригожего Приголубь меня одинокого Как люблю тебя, мочи нет сказать Светик савишно, верь мне, верь мне Свет Ивановна Оба очень любили народ Причем вот это время, в которое они жили Время, в которое особенно Мусоргский был Совсем еще молодым человеком Было очень сложное время Было время перестроечное Время после реформы Время, когда русское общество требовало Демократизации Требовало гласности Время, когда Вырастали новые Нугориши Богачи Когда появился шальной рубль Когда Начала бурно развиваться Промышленность Начала бурно Уничтожаться Природа И вместе Как всегда Вместе с уничтожением Природы Началось и бурное Уничтожение Всего святого В человеческой душе Черноземная сила Проявится Когда до самого Днища Ковырнешь Ковырнуть Чернозем можно Орудием состава Ему постороннего И ковырнули же В конце Семнадцатого Русь Матушку Таким орудием Что и не распознала Сразу Чем ковыряют И как чернозем Раздалась И дыхать Стала Вот и Восприяла Сердечное Разных Действительно Истатских Советников Жил-был Король Когда-то При нем Блоха Жила Блоха Блоха Милей Родного Брата Она Ему Была Блоха Завет Король Портнова Послушай Ты Шурман Для Друга Дорогого Сшей Бархатный Ковстан Вот и Ковстан Блоха 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 Ковстан Блоха Блоха Ковстан Блоха 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 Король Ей сад Министра Блоха Блоха И травы-то боятся Не то, чтобы их бить А вы, что стал тусаться Тот сейчас дай душить А приказная изба все живет И сыск тот же, что и за приказом Только время не то Действительные и тайные Статские советники Мешают чернозему дыхать Прошедшее в настоящем Вот моя задача Ушли вперед Врешь Там же Бумага, книга ушла Мы там же Пока народ не может проверить воочию Что из него стряпают Пока не захочет сам Чтобы то или иное с ним стряпалось Там же Всякие благодетели Гораздо прославятся Документами закрепить При прославлении А народ стонет А чтобы не стонать Лих упивается И пуще стонет В темноте Мужика Смерть обнимает Ласкает С пьянень темляшек В твоем Тряпока Наука песня Певает Ох, мужичок, старичок Угоной Пьяной Заводел за дорогой А недель-то Ведьма Помялась В сыграла С полю Вленький Лучий Не вздох Я так знала Творим Тоской Да нуждой Томимый Я Прикорник Дост неродимый Я тебя, голубчик Мой Снежком Согрею Вкруг тебя Великую Игру Затею Эй Эй Топ-постер В нем Телетка Эй Топ-пи-вой Ночевой Погодка Сказку Да такую Чтоб Всю ночь Тянулась Чтоб Я Чуге Крепко Под нее Заснулась Ой Выли со небеса До тучи Тем ветерон До снежок Летучий Свейтесь Пеленою Снежной Пуховою Ею Как Младенца Старичка Прикрою Ты Мой Дружок Мужичок Счастливый Лето Пришло Расцвело Песенка Несется До сервы Песенка Песенка Несется Получ Ветон Самая Ужасная Точно В это Время Широкие Слои Русской Общественности Либеральная Демократическая Общественность Вдруг Лицом к лицу Увидели народ За общение С которым Они выступали Они увидели Страшную Физиономию Народа Испорченного Рабством Народа Спивающегося Народа Теряющего Свою нравственность Физиономия Народа Теряющей Свою культуру И многие Испугались И нужно было Обладать Громадной Силой Духа Громадной Верой В свой народ Чтоб увидев Его страшную Физиономию Все таки За этой Физиономией Увидеть И громадную Силу Громадные Потенциальные Возможности Вслед за Достоевским Мусоргский Был Пожалуй Вторым Потому что Мир Его героев Очень близок К миру Достоевского Мир Юродивых Мир Пьянчук Мир Опустившихся Людей Мир Людей Потерявших Нравственность И мир Детей Громадный Детей Как Будущего Мира Как Мир Который Несет Принесет В мир Свет Мир 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 ПЕСНЯ 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 Поговорим о нашем скромном мире художества. Запремся на малое время в уютный уголок, и из него близкие жизни и людям, но далекие трескучим тирадам о праве, свободе, протесте, глянем жизни смело в глаза. Надо говорить людям правду, не трескучую, а настоящую правду. Если не произойдет громкого переворота в складе европейской жизни, Буф вступит в легальную связь с Канканом и задушит нас остальных. Способ легкой наживы и, конечно, столь же легкого разорения родственно уживается со способом легкого сочинительства и легкого разврата. Господи, сколько жертв, сколько болей поглощает эта чудовищная акула, цивилизация. После нас хоть потоп. Страшно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я сыграл фрагмент неизвестного сочинения Мусоргского для хора Бессопровождение «Ангел в Апияше». Сколько у Мусоргского неизвестных до сих пор сочинений? Около двадцати. Как эти двадцать неизвестных, так и многие известные сочинения будут включены в состав полного академического собрания сочинений композитора в тридцати двух томах. Действительно, собрания сочинений в каком-то смысле продолжают и жизнь, и даже отражают характер авторов. Ну, один из примеров, например, полное академическое собрание сочинений Пушкина, которое начали издавать в начале тридцатых годов, закончилось драматически. Оно прервалось к столетию со дня гибели Пушкина. Прервалось в 1937 году. Собрание сочинений Глинки и собрание сочинений Римского-Корского в согласии с их гармоничными, уравновешенными натурами издавались очень спокойно, солидно, как-то по-классически уравновешенно. Напротив, вот такая бурная, метущаяся натура Мусоргского также продолжает свою жизнь и в собраниях сочинений. Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят Дни и долгие Дни власти Безмятежной Ни жизнь, Ни власть, Ни славы обольщенья, Ни клики толпы Меня Не Веселят Мне Счастья Нет Довольно большая группа работала над оперой Борис Годунов. Эта опера имеет множество редакций. Я думаю, что всем достаточно хорошо известны редакции Римского-Корского, Шостаковича, но сейчас речь не о них. Только у самого Мусоргского существуют две авторские редакции оперы Борис Годунов. Деятельность Евгения Евгеньевича Нестеренко, кстати сказать, он является очень активным членом редакционной коллегии нашего издания. Громадны его исторические и музыковедческие знания архивов Мусоргского, вариантов его произведений, но не меньше значения имеет и его практическая деятельность. В этом смысле замечательно, что он поет, это невероятно трудно для певца и для актера, поет несколько вариантов Бориса Годунова. Бог насылал на землю нашу глад, народ забыл в мучениях изнывая. Я велел открыть им житницы, я зло рассыпал им, я им сыскал работы, они жмя и снуя спроклинали. Пожарный огни в домы истребил, и ветра снес их жалкие лачушки. Я выстроил им новые жилища, я отечки раздал им, я пригрел я приют их, они ж меня по шарам упрекали, вот черни сут. Модест Петрович Мусоргский и как композитор, и как человек был обречен на какую-то трагическую судьбу. И вот, когда Мусоргский ушел из жизни в день, который он назвал своим днем рождения, он считал своим днем рождения, если считать по новому стилю, 28 марта, по старому 16, этот день оказался днем его смерти и началом его бессмертия. За рубежом Мусоргский почитается еще как русский композитор, который оказал наибольшее влияние на развитие мировой музыки. В корне очень многих и многих явлений в современной музыке и нашей отечественной и зарубежной лежат творчеством Мусоргского. Тем не менее, за рубежом мы встречаем факты более горячего, более сыновнего, как это ни парадоксальное отношение к Мусоргскому, чем у нас. Волоскало исполняется практически все произведения Мусоргского, камерные и хоровые и симфонические. А у нас только сейчас, к юбилею, 150 лет со дня рождения вот в Ленинграде и Москве исполнили. И вот так много, много-много можно говорить о наших долгах, которые должны мучить нас. В Ленинграде нет улицы Мусоргского. Это же невозможно. Ну, ведь он жил, хотя у него своего угла не было, но он жил во многих домах в Петербурге. Я твердо убежден, что только скромность в труде и искреннее желание побеседовать хорошенько с приятными человечками может служить залогом независимой творческой деятельности. Я человек, и мне доступны все человеческие гадости, как и некоторые хорошие стороны человеческие. Только дай волю страстям, как говорится, не давал в этом отношении и не дам, пока сил хватит. Завиднее всего спокойная совесть. Субтитры Теперь пятно единое, единое скучайно завело зло, Тогда беда, и рад решать-то некуда. Душа сгорит, льется сердце ядом, И тяжко, тяжко встанет, Что-то устучит пуча, Время, чтоになится, И сушится, и голова сушится, И пальчик вера, И пальчик крону. А-а-а! Прощай, мой сын, Умираю, ПЕСНЯ Не нужно знать, ты царствовать по праву будешь, Как мой наследник, как сын мой первородный. Мои первые шаги на оперной сцене связаны были с оперой Мусоргского, Бориса Годунова. Это было в Харькове. И к осени 21-го года мне позвонил Александр Яковлевич Альчулер. Марк Освич, не спели бы вы с Пимена? У нас есть весь состав для Бориса Годунова, нет Пимена. Я подумал и отважился. Я впервые услышал не просто звук, а музыкальную речь, где интонации могут быть, где фраза может быть, где слово живет. Еще одно последнее сказание. Даже так же, такая интонация из-за разговора. Какая гениальная правдивость в этих словах, интонации в этих словах. С тех пор Мусоргский для меня была вся жизнь на сцене. Ибо в последующем я уже пел Хованщину, а затем и Бориса Годунова. Я гостил у сестры, 13-летним мальчишкой. И вот как-то ее муж связан был по работе с крестьянами из деревни, и они оказались старые обрядцы. Это медленная походка, эти бороды, этот говор. Сразу я почувствовал до сифея, это то, что мне близко. Это сцена в скиту называется, да. Здесь вступление оркестровое, исключительное. Это настоящий бах. Он так начинается, тихо. Исключительное, необычайно. Здесь, на этом месте святе Залог спасенья Миру возвещу Сколько скорби, сколько терзаний Док сомненья в меня вселял Досифей, это Человек, наделенный огромной волей Ией За которым он стоял Стоял до смерти, до самосожжения Это фанатизм Для того времени, может быть, это был и реакционер Но сила духа Настолько огромная Что за ним Тянулись тысячи Убежденные в правоте его идей В 24-м году я Дебютировал в бывшем Мариинском театре А в 28-м году Предложили Бориса Годунова Слон Погребальный слон Огромный вопль Схима Святая схима Но нахи царь идет Государь, успокойся Господь поможет Нет, нет, сын мой, час мой пробил Боже, Боже, тяжко мне Уже ли крикань замолить О, злая смерть Как мучишь ты жестоко А, злая смерть И нет, 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 нет А, злая смерть Повремените Я царь еще Я царь еще Боже, смерть Прости меня Вот, вот царь ваш Царь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok